Пошел снег первый раз за этот год. Обычно у нас снега нет. Я еще немножко приболела. Уже проходит. Наверное, три дня болела простудой. Ой, уже у нас три дня молока нет. Я хотела хотя бы молоко купить. И так интересно. Обычно никогда снег у нас не идет. А сейчас так прямо все небо закрыло серой тучей. И настоящий снег пошел. Приехала я на почту. И вдруг вспомнила, что сейчас же скоро будет Рождество 25 декабря. И сейчас огромная толпа людей стоит в очереди. И ждут послать посылки. Или ждут получить свои посылки. Очень принято здесь. Они отсылают друг к другу, если далеко живут, отсылают друг к другу подарки. Надо отослать хотя бы за две недели до праздника, чтобы вовремя получить. Но хорошо, что я не буду стоять в линии и не буду стоять в очереди. Потому что у меня пять посылок, которые я должна послать. И это все, что я продала по интернету за последние несколько дней. И я принтую все дома. Значит, как русский спринтую? Это, например, вот код, штрих-код вот здесь. И поэтому они будут определять, куда это все идет, адрес. И это все уже заплачено. Значит, я уже заплатила по интернету. И даже если я... Даже это мне намного выгоднее. Потому что у меня 20% скидка, если я дома спринтую эту наклейку и наклею на коробку. Вот. У меня здесь пять упаковок. И я очень довольна, что в эти праздники, в это сумасшествие я не буду стоять в очереди и ждать два часа, пока меня примут и пока отошлют мою посылку. Уже все спринтовано, уже все заплачено. И я просто брошу ее в их ящик. Если большая семья посылка, то я оставляю там на столе, возле них. После почты я поехала в магазин, потому что я хотела купить сметану для борща. Ходила, вроде волк, я просто придусь, посмотрю. Нет. Мне так нельзя делать. Потому что и то нашла, и то нашла. И ту кабаску хотела попробовать. И ту упаковку конфет никогда не видела. Хочу попробовать. Короче, вот все кульки. Я вроде бы немного, да. Ну, я нашла три разных сыра, которые никогда не пробовала. Хочу попробовать. И они вроде недорогие были. Короче, 96 долларов 37 центов. Просто нет на мне управы. Вроде бы ничего не надо. Вроде бы у нас есть всегда дома. Ну, что же я такое купила? Я не знаю. Не знаю. Это просто чудо какое-то. И так же самое, когда я иду в русский магазин. Так же самое. Захожу, чтобы купить, например, хурму. Или что-то еще такое. Или не знаю. И всегда не получалось на 100 долларов я покупаю продукты. Ну, как говорят. Нельзя ходить в магазин, а если ты голодный. Ну, я вроде бы не голодная. Вроде бы не знаю. Не знаю, не знаю. Что происходит? Ну, все-таки сметану я купила и не забыла. Привет, красавица. Тебя папа держит? Леночка. Леночка. А что ты сразу притихла? Ты не хочешь больше разговаривать? Белки бебят, потому что видел белок. Красотуля, мамина. Доченька. Может быть, положите брокколы, она будет кушать? Конечно, я буду кушать. Окей, ну немножко, немножко растемся, да? Ты красиво сидишь с папой. Папин животик очень удобный. Скажи, тата. Если папа был худой, он не смог тебя на животик посадить. Скажи, тата. 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 По-белорусски тата. Папа белорус у тебя? Мой тата, скажи. Скажи, это мой тата. Как ты умеешь говорить, молодецик? Она больше говорит тату, чем мама. Да, потому что тата, все с ней больше нравится. А Доненко тоже только тата говорил.